Садгуру, мне кажется, роль таланта в достижении успеха сильно преувеличена. В своё время я преподавал боевое искусство в медицинской школе. Это было моей страстью. А каждый раз, когда выходил новый фильм с Брюсом Ли, к нам в школу приходили толпы новых учеников. Мы называли это феноменом Дюса Ли. Но они не выдерживали двух недель. Да. Я видел множество ребят, обладавших идеальным телосложением и природным талантом, и каждый раз думал, он получит чёрный пояс. Но, что интересно, они никогда не задерживались дольше полугода. Те же, кто получил чёрный пояс и добились результата в боевом искусстве, не обладали ни навыками, ни талантом, но они очень усердно работали над собой. Им пришлось попотеть, и в конце концов они достигли успеха. Как вы объясните такое явление? По разным причинам, не будем в это углубляться, человек может обладать врождёнными склонностями, физическими или умственными способностями, эмоциональным чутьём, стилем. Если взять пятилетних детей, один может обладать стилем, другой быть нелепым. Но тот, кто обладает чувством стиля, не обязательно станет эталоном моды. А другой, который казался нелепым, может вырасти в кого-то ещё. Например, мы не знаем, кого вынашивает мать в своей утробе. Станет ли он мудрецом или колдуном? Даже сама мать этого не знает. Мать и сама не знает, кто у неё родится, мудрец или колдун, или кто-то ещё. Причина в том, что современная наука называет когерентностью. То, кем вы сейчас являетесь, это физический аспект. Каждая субатомная частица находится в непрерывном контакте со всем. То, что вы называете Вселенной, это жизнь, живой разум. Вы ухватили лишь крошечную его часть. Если вы используете только крошечную часть того, что ухватили, как жизнь и как интеллект, вы будете функционировать на определенном уровне. Если же вы приложите все усилия, чтобы разрушить созданные вами ограничения, тогда вы получите доступ к разуму за пределами любого человеческого понимания. Когда вы получаете доступ к такому, люди начинают думать, что вы сверхчеловек. Нет, смысл не в том, чтобы быть суперменом, но в том, чтобы осознать, что быть человеком — это супер. Люди не осознали всю необъятность того, что значит быть человеком. Мы все время делаем своего рода математические расчеты. Если у него высокий IQ, значит он может стать тем, что это как закон Ньютона, где любое движение на планете происходит с математической или геометрической точностью. Например, длина майника будет определять амплитуду его колебания. А снаряд, в зависимости от его массы, скорости и траектории, попадет в определенное место. Но Вселенная работает не так, потому что то, что мы считаем материальным и нематериальным, перемешалось внутри этого. Внутри этого человеческого существа перемешалось физическое, психологическое, эмоциональное и то, что вы называете собой. Сама жизнь внутри вас и фундаментальные процессы жизни. Это все разные измерения. Внутреннее ядро того, кем вы являетесь. Из-за того, что другие слова сильно искажены, я называю это жизнью. Это просто вами, то, что вы называете собой. Если вы дадите этому возможность, если не будете отождествлять это с физической формой или другими отождествлениями, которые могут появиться, вам откроется возможность взаимодействовать со всем вокруг. Что мы называем усердной работой? Человек всего лишь пытается расширить границы своей идентичности. Не так ли? Он пытается расширить свои границы. Если ему это удается, он получает доступ к навыкам и способностям, о которых даже не мог и мечтать. Это происходит как по волшебству. Я могу показать сотни людей. Мы подготавливали их какое-то время, а затем провели инициацию. Всего за сутки можно увидеть, как у них меняется форма лица. Даже их генетика меняется всего за сутки. У нас есть фотографии. Эти люди разительно изменились всего за одну ночь, просто потому, что расширили свое отождествление. В индийской духовной среде, когда мы говорим «духовность», нужно понимать, что мы не смотрим вверх или вниз. Вот духовностью мы подразумеваем преодоление ограничений физической природы. Так что сейчас физическая форма присутствует здесь как нечто неизменное. Но современная физика, а теперь медицина, говорит другое. Если это не очевидно, зажмите нос на пару минут, и вы поймете, что мы не существуем автономно. Происходит взаимодействие, и не только с точки зрения дыхания. Происходит постоянное взаимодействие даже на уровне субатомных частиц. Если это взаимодействие сделает хотя бы немного более осознанным, то неожиданно вы приобретете невероятные способности, которые даже и представить себя не могли. А то, что снижение со своей биологической формой является наиболее ограниченным, потому что оно ограничивает его в пределах тела. Но когда вы стремитесь преодолеть границы, вы разрешаете их. Не важно, каким образом это происходит. Большинство людей стремятся к этому неосознанно. Без какой-либо науки они действуют только из стремления. Но существуют способы делать это должным образом. Существуют инструменты, позволяющие разрушить ограничения того, кто мы есть. Если вам это удастся, вы увидите, что происходит непрерывное взаимодействие субатомных частиц разума. Только вы упускаете всю игру. Если вы упустите игру, если выйдете из игры мысли и эмоций и будете в игре самой жизни, внезапно вы сможете сделать все, что угодно. Человек может все, что угодно, если он просто разрушит свои границы. Эти ограничения существуют на многих уровнях, но самое основное – это отождествление.